Я вас записала, это вам подарочки, символ наступившего года. Переходите по QR-код, регистрируйтесь, участвуйте в розыгры, сюрпризов. Спасибо, что делаете мир лучше с нами. Юный Влад Соколовский со своим младшим братом тоже принимает участие в дельном круговороте. Ребята принесли из дома и сдали на переработку небольшое новогоднее дерево. Мы каждый год ставим живую елку. А почему? Ну, как-то наполняет дух рождества новиного года. Это хорошо, что пойдет на благо животным. А то что так будут просто выбрасывать, а тут хотя бы утилизировать. Ставили каждый год, но именно в таком проекте принимаем первый раз участие. Поэтому будем еще принимать, тем более с подарками, очень приятно. Всего за час во Фрезиновском парке новогодние ели сдали порядка 40 человек. К экологической акции с каждым годом подключается все больше вологжан. А есть и такие, кто участвуют в ней на протяжении всех четырех лет реализации проекта. Например, шестиклассники из Сосновки. В этом году они привезли в Вологду сразу 14 елок. Мы когда первый раз приехали сюда, в Вологодскую Слободу, поучаствовать в дельном круговороте, нам очень понравилось, как нас встретили. Очень дружелюбно, очень теплая атмосфера была. И флешмобы. Мы сдали елки. За елки нам подарили сертификаты. Сама акция вызвала интерес к тем, что у нас в поселке после Нового года остаются елочки. И нам понравилась идея их собрать, применить в нужное русло. И загорелись и дети, и родители, и мы сами. Мы уже ежегодно собираем около 10-20 елок и с удовольствием сюда привозим. У нас молодцы, конечно, родители нашей инициативной группы. Они всегда нас поддерживают в этом. Без их помощи мы бы просто не справились. В этом году было организовано 4 точки сбора елей. В Резиновском и Ковыринском парках, а также у Дворца спорта на улице Конева, елки складывали специальные контейнеры. Затем лесных красавиц отправили на территорию Вологодской Слободы, где специальная машина измельчала их в щепу. Оборудование предоставила корпорация «Лес Вологодчины». Данные станок, которые мы производим, они очень пользуются вкусом. Не только у нас в России, но и за рубежом. Белоруссия, Казахстан, Украина. Данный станок, который предоставлен здесь на выставке, он является одним из самых популярных. Хочу поблагодарить организатора данной акции «Лес Вологод», администрацию города Вологод, за то, чтобы и доставить нам возможность поучаствовать в данной акции. Надеюсь, что это очень важно. В 2017 году инициатором акции выступила волокжанка Дарья Улитина-Ларионова. Хотя девушка уже переехала в другой город, активистка старается курировать свой проект. Все года организовывали вместе с горкомом. Я являлась инициатором и организатором вместе с ребятами. В этом году, поскольку я оказалась в другом городе, всю основную массу работы взяли на себя, конечно же, молодежный центр. Но я не отстаю, конечно же, приехала сюда, потому что акции все равно, это часть меня получается. И надеюсь, что в следующем году мы распространимся даже до Череповца, потому что теперь я являюсь жителем Череповца. К экологической акции подключились и городские парламентарии. Депутат Вологодской городской думы Максим Выдоров с самого утра вместе с волонтерами принимал живые символы Нового года во Фрезиновском парке. Елки не валяются, где попало, на мусорных баках, не валяются по дворам нигде, а идут на доброе, хорошее дело для ботанического сада. В виде удобрения, как-то они там еще будут использоваться. Это на самом деле здорово. Меньше засоряем свой город, приносим больше ему пользы. За три часа акции жители областной столицы и области принесли в переработку порядка 400 елок. Благодаря экологической акции удалось собрать 50 мешков щепы, которую потом передадут в ботанический сад Ботаника, где есть собственный мини-зоопарк. Ее используют в качестве подстилки для животных и утеплителя для растений. Важно отметить, что этот год Сергеем Александровичем Варафановым, мэром города Вологде, объявлен в Вологде годом экологии. И начинается он как раз с прекрасной экологической акции. Поэтому это еще раз подтверждает то, что жители нашего города вопроса экологии очень волнуют, очень беспокоят. И очень здорово, что в этом году как раз серия экологических мероприятий дальше будет продолжаться. Добавим, что дельный круговорот в этом году проходил при поддержке молодежного центра Горком-35, Вологодского госуниверситета, молодежки УНФ, волонтерского центра города, а также экоотряда Green People и центра по работе с населением. Еще несколько организаций присоединились к проекту в качестве партнеров-спонсоров. Дарья Самодурова, Игорь Алюшин, Волок ДРФ.